Капучино с собой за 5 франков. Швейцария, мать ваша! Что ж, это видео будет о той самой Швейцарии, фотографии которой уже давным-давно наводнили интернет. Я покажу вам природу этой невероятной страны сквозь призму моих эмоций, впечатлений и максимально хаотичного, но любопытного маршрута. Разберемся, в самом ли деле каждая местная буренка может сниматься в рекламе альпийского шоколада и какого цвета эта знаменитая зеленая трава в реальности. Посмотрим на суровые горные вершины, скрывающиеся за облаками, снежные лавины и снегсшибательные ландшафты. Да и в конце концов постараемся понять, действительно ли Швейцария – это идеальная страна. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова В этой прекрасной и абсолютно ненаучной экспедиции меня сопровождают камера со штативом и, конечно же, бессменный пчел. Так что, полетели исследовать местные красоты. Монтрё Начнем с Монтрё. Небольшой городок с прекрасными горными видами в самой отдаленной точке Женевского озера. Вот куда я направлялась. Однако… Я думала, что Монтрё – это маленький, спокойный, тихий городочек. Но оказалось, что для Швейцарии он довольно-таки шумный и довольно большой. Да уж, вот вам и крошечный тихий городок. С высоты он совсем таковым не кажется. Хотя, после первой же прогулки я вынуждена была согласиться с первоначальным описанием. Несмотря на непривычное обилие многоэтажных домов, а местами весьма многоэтажных, по его запутанным улочкам практически никто не гуляет. Машин также не особо много. Основной трафик сконцентрирован на мосту, находящемся в большом отдалении от набережной и жилых кварталов. Зато виды… заоблачные. Гладкое, как стекло озеро, спокойствие которого периодически нарушают проплывающие лодочки. Далёкие горы, скрывающиеся в облаках и вполне себе досягаемые вершины, покрытые бесчисленными деревьями. Наблюдать за всем этим великолепием сверху, а сюда я специально дочапала на своих двоих. Довольно любопытно, однако ничуть не лучше, чем с самой набережной, которую я уже спешу вам показывать. Главной её фигурой является памятник бессмертному Фредди Меркьюри, поставленный здесь вскоре после смерти артиста. Минус в том, что его в любое время дня окружает бесчисленное количество людей. Так что смысла задерживаться тут надолго и нет никакого. Пройдя лишь несколько сотен метров, можно моментально оказаться в той самой тишине, которую собственно и ожидаешь здесь увидеть. Ох уж это Женевское озеро, по которому постоянно плавают лебеди, уточки и огромные паромы. Я никак не могла налюбоваться им, даже проведя у его берегов целую неделю. И пока камера записывала свеженький таймлапс, я 40 минут сидела на берегу, впитывая эту красоту. На эти заснеженные горы можно смотреть вечно. Конечно, камера не может в полной мере передать всей атмосферы, но я сделала всё возможное, чтобы поделиться ей с вами. А уж отдыхать на супер удобных лежаках, наблюдая за всем этим вживую, мечта да и только. Можете мне поверить. Лучше только тем парапланистам, парящим в облаках среди самих Альп. Такие виды наверняка запоминаются на всю жизнь. И чем дольше я об этом раздумывала, тем сильнее становилось желание самой оказаться высоко в горах и проверить эту теорию. Здесь очень красиво. Солнце жарит, у меня подгорело лицо. И сейчас я собираюсь дойти до станции канатной дороги и попробовать забраться в горы. А что было дальше, мы с вами сейчас и узнаем. Говорю я на самом деле не о канатной, а о зубчатой железной дороге, по которой здесь ездят специальные высокогорные поезда. Такие, как этот малыш, с прицепом, наполненным пассажирским барахлом. Состоят такие железные дороги, как правило, из трех рельсов. Двух обычных и третьего зубчатого, расположенного посередине. Поезд или паровоз, двигающийся по ним, оборудован специальным зубчатым колесом, благодаря которому он способен преодолевать довольно крутые подъемы в сопровождении нереального шума и грохота. Отдельной задачей стала найти нужную станцию. Так что в своих поисках я потопала вверх, ориентируясь по не слишком внятным указателям. Как бы там ни было, древние улочки с небольшими аккуратными домиками, старинными вывесками и фонарями стоили всех потраченных на подъем усилий. Все эти скошенные крыши, цветные ставни, аккуратная брусчаточка. Обожаю французскую часть Швейцарии. Обожаю. Но не только шикарные виды заставили меня пройти часть пути пешком. А еще и деньги. Если на обычные поезда цены в Швейцарии невероятно высоки, то на зубчатые они просто, блин, заоблачные. Прямо как те самые горы, куда эта рычащая махина едет. Доехать до конечной станции стоило 37 франков в одну сторону. 37 франков! Да что такого должно быть в этих ваших скалах, чтобы заплатить 75 франков за подъем? В общем, не было у меня желания опустошать свои карманы ради пары часов в затянутых облаками горах. И я взяла билет до промежуточной станции Ко, решив выйти примерно на середине пути. Просидев в ожидании поезда добрые полчаса, я наконец услышала, как он приближается. Такие звуки ни с чем не спутаешь. И вот открываются двери, меня встречает пара контролера. Я радуюсь, что заплатила за нужный билет. И прошу у машиниста постоять в кабине, чтобы немного поснимать, как это все работает. А он внезапно предлагает мне остаться рядом на протяжении всего пути. И виды отсюда, хочу я сказать, просто королевские. Особенно, если высунуть любопытный нос в открытое окно. С грохотом набирая скорость после очередной остановки, мы продолжили путь вверх. Проезжали мимо чьих-то окон, все выше и выше. Мимо древних, но очень ламповых вагончиков. Заезжали во множество туннелей и просто любовались бескрайними лугами и домиками, затерянными среди этих вечно зеленых холмов. К сожалению, 15 минут такого шикарного подъема подошли к концу. И мне пришлось сойти, поблагодарив супер-классного машиниста. Я делала много видео для моего тревелка. Но стоило лишь взглянуть вниз на открывшуюся панораму, как все сожаления в миг вылетели у меня из головы. Это тысяча метров над уровнем моря. Честно говоря, собраться с мыслями и сказать что-то дельное внезапно стало весьма проблематично. Я приехала в горы. В первый раз. Здесь холодно. Но очень красиво. И здорово. Сами посмотрите. Какая красота. Прямо-таки картинка из кино. Как и эти суровые снежные вершины, скрывающиеся в облаках. Еще бы провода в кадре не маячили, было бы вообще классно. Правда, для этой проблемы у меня было отличное решение. Выпустить, наконец, пчела из сумки. Да. Глядя на эти виды, я даже в какой-то мере пожалела, что не проехалась до самого конца. Черные елки на фоне зеленых лугов и белого снега выглядят классно. А уж вид на озеро с такой высоты потрясающий. Машинки на мосту отсюда кажутся чем-то средним между муравьями и микробами. А это еще что такое? Что за монструозных размеров замок? Да еще и такой красивенный. После первого же запроса в гугле выяснилось, что это естественно отель. Раньше так называемые горы Ко использовались исключительно в качестве пастбищ местными пастухами. Однако в середине 19 века здесь потихоньку начал процветать туризм. И спустя какое-то время после открытия в монтре первого отеля, владелец этого прекрасного замка решил принимать в нем гостей, исследовавших горы. Правда, никакой актуальной информации о сдаче номеров и ценах мной найдено не было. Короче, подозрительный какой-то отель, хоть и красивый до невозможности. Наверняка встречать здесь закат, сидя на одном из его балкончиков, ни с чем не сравнимое удовольствие. А впрочем, гляжу я на него и думаю, зачем кому-либо вообще нужен был такой огромный замок? Это надо снимать с пчелом. Судя по количеству окон, тут не меньше сотни комнат. Да их же за целый день все не обойти. Просто нет слов. Вау. В то время как замок Ко очевидно пустеет, парковка второго местного отеля полностью забита машинами. И, думается мне, вид с его террас открывается еще более впечатляющий, благодаря все тому же замку на фоне чистого неба. Потихоньку наступал вечер, вынуждавший меня попрощаться с Монтрео. И я села в свой поезд до Лозаны. Надеюсь, видео о швейцарских городах вы уже посмотрели. Как вдруг, несколько остановок спустя, в окне замелькали настолько потрясающие виды, что я попросту вывалилась из вагона, решив встречать закат именно здесь. Станция называлась Виве. И этот малюсенький городок оказался настоящей же мчужиной. Никакого шума и практически полное отсутствие туристов. Это уютное местечко с крошечным старым центром, парочкой замков, ну, как вы хотели, мы ж в Швейцарии, тихой немноголюдной набережной и вилкой в... Ахм... В море. Честно говоря, это самая странная инсталляция из всех, которые мне доводилось увидеть за всю поездку. Нет, ну серьезно. Кто вообще додумался воткнуть сюда вилку? Тем не менее, улыбка озаряла лицо каждого проходящего мимо нее человека. Это ли не прекрасно? А как вам этот чудо-прибор, напоминающий декоративный суперпрокаченный флюгер? Вертушки, шарики в лабиринтах. Прикольненько. Тем временем, солнце начало клониться к горизонту. И я приземлилась на набережной, наблюдать за плавающими вокруг лебедями и заснеженными Альпами, потихоньку приобретавшими оранжевые и розовые оттенки. Идеальное место, чтобы отдохнуть после насыщенного событиями дня, переварить впечатление и просто насладиться чудесным видом на горы в тишине и покое. Ну, или поколбаситься под музыку в наушниках, пока никто не видит. У меня практически села камера, и последним, что удалось запечатлеть, стало солнце, буквально упавшее в море за считанные минуты. Да, это был хороший, просто потрясающий день. Хотя в Швейцарии абсолютно каждый день является таковым. К примеру, следующим довольно уединенным местом, куда я решила отправиться, стал Тун. Небольшой город на берегу Тумского озера. Доехать до него из Берна можно за каких-то 20 минут. И 20 франков! За поезд в одну сторону! В общем, пребывая в раздумьях о негуманности местных цен на транспорт, я топала на вокзал, в то время как прямо над центром Берна парили три воздушных шара. Классно-классно! Тун весьма симпатичный городок, но не ради его уютных улочек и замков я сюда ехала. Целью было в очередной раз соприкоснуться со швейцарской природой. Озеро, зелень, птицы. Горы так и обступают тебя со всех сторон. Они здесь везде, куда ни посмотри. Горы так и обступают тебя со швейцарской природой. Кроме того, из Туна стартует бесчисленное количество троп для хайкинга, долгих прогулок или длинных велосипедных заездов. Велик можно арендовать прямо на вокзале. Если, конечно, не проезжать, как я, в воскресенье, когда прокатный пункт закрыт. Как бы там ни было, выйдя на набережную, я начала свой однодневный мини-поход. Как же здесь красиво! Первый день я в горах практически. Как минимум на природе и у подножья гор. Очень по-швейцарски. Это всё. Красота дикая. Чистейшая вода. Мирно проплывающие мимо лебедя. Гоняющие друг друга чайки. И всё это в тишине и практически полном одиночестве. Нарушали идиллию лишь гудящие и проносящиеся мимо самолётики, вероятно, закидывающие на горы парапланистов. В остальном же голову мою заполняли мысли о мирной, спокойной, неторопливой местной жизни. По выходным люди здесь играют с детьми в футбол, отдыхают, созерцая эти нереальные панорамы, украшают деревья и клумбы в честь Пасхи, косят газоны, гуляют среди зелёных лугов и холмов, катаются на великах, занимаются яхтингом и греблей. Просто живут. Вот здесь. Неужели так в самом деле бывает? Впрочем, столкновение с местной фауной довольно быстро, целиком и полностью завладело моим вниманием. Я дошла до какой-то частной птичьей тусовки, состоящей из соколов в перемешку с чайками. Они довольно громко вопили и оживлённо кружили над небольшим пятачком земли, гордо размахивая крыльями. Где-то в глубине моего рюкзака нервно затрясся пчёл. Как бы там ни было, через несколько минут я узнала, в чём уже тут дело. Оказывается, здесь недавно перекопали целое поле, после чего наружу вылезло много мышей, за которыми эти... птицы? Желают поохотиться. Надеюсь, пластиковый дрон, напичканный электроникой, не придётся им по вкусу. А сообщила мне об этом милая женщина, выводящая своих бурёнок на прогулку. Тыкать камеры ей в лицо я не стала, так что любуйтесь коровами. И котиками. Оказалось, они с мужем живут здесь и работают на ферме. Держат вот этих самых коров, причём прямо за электрическим забором. Мы довольно долго беседовали, и мне даже рассказали про большинство местных котов. А также про коров, которые абсолютно не боятся проезжающих мимо поездов, умеют делать неплохие акробатические трюки, и дают, судя по всему, довольно много молока. Так что вы делаете, как курицу или что-то? Нет, мы не делаем курицу. Одно точно могу сказать. Эти животины однозначно вытащили счастливый билет. Пожёвывать травку с такими видами – это наверняка мечта любой коровы на планете. Выйдя с ранчо, я отправилась дальше, по пути решив заснять несколько проезжающих мимо поездов. Но, в отличие от коров, я их, очевидно, боюсь. Перекусив, поболтав с проходящими мимо немцами, и, насладившись панорамами по полной, я решила опробовать один из хайкинговых маршрутов, отправившись в путь полной тайн, неизвестности и осликов. Осликов и свинтусов, если говорить точнее. Я уж молчу о коровах и овцах, колокольный звон которых разносился на километры вокруг. Что за коровячьи разборки? Киса! А вот и киса, у которой прямо на моське написано, что она швейцарских кровей. Эх, даже у кошки есть швейцарский паспорт. Короче говоря, после 10-километровой прогулки и полного погружения в действительность швейцарской деревни, сил моих хватило лишь на то, чтобы залезть в поезд и... отправиться дальше. Пересидев в Люцерне несколько отвратительно дождливых дней, я планировала отправиться в Интерлакен, одно из самых красивых и популярных мест в Швейцарии. Скоро буду там. Ха-ха, да. И Стуна немножко не дошла до него. Но в этот момент что-то пошло не так. Просматривая карту Швейцарии, я вдруг натыкаюсь на название Гриндевальд. Эм, на самом деле правильно произносится Гриндевальд. Но это детали. И мимо такого я не могла проехать, что бы тут ни было. А оказалось, что это едва ли не самая крутая точка на всем моем маршруте. И... Я поехала. Дорога, ведущая в те края. Ума помрачительно красивая. Так что на протяжении доброй половины пути я отчаянно боролась с желанием выскочить из поезда среди какого-нибудь прекрасного нигде. После поезда меня ждал желтый автобус под номером 312, увозящий туристов высоко-высоко в горы. Вот такими видами я наслаждалась по пути. А уж стоило выйти на улицу по прибытию... Тут невероятно красиво. Как передо мной во всей красе предстали суровые горы. то и дело скрывающиеся за облаками. Грин-де-Вальд это совсем небольшая высокогорная деревня на высоте в тысячу метров над уровнем моря. Ее называют деревней ледников, так как большую часть года отсюда можно наблюдать за полностью покрытыми снегом и льдом вершинами. Настоящие горы! Грин-де-Вальд тут очень холодно, погода переменчивая, но каким еще вы ожидаете увидеть Грин-де-Вальд? Грин-де-Вальд является одним из лучших горнолыжных курортов мира. Но меня катание на лыжах и сноубордах не интересовало от слова совсем. К счастью, здесь есть чем заняться абсолютно каждому и летом, и зимой. Плохое место Грин-де-Вальдом не назовут, знаете ли. Мой отель находился на окраине деревушки, так что, избавившись от большинства своих вещей, я отправилась наслаждаться морозным воздухом. Зелеными холмами и густыми облаками, иногда даже приоткрывавшими голубое небо. Подъемники, одинокие поезда, деревянные домики, настоящее высокогорное шале. Ну, судя по всему, именно так выглядят дачи некоторых швейцарцев. А уж это картина. Зеленые луга, в один момент покрывающиеся плотным снежным одеялом. Суровая красота. Путь мой лежал к условному центру деревни с единственной, а потому и главной, улицей, по которой с периодичностью раз в час курсировали автобусы. С одной девушкой, работавшей водителем, мы познакомились и разговорились. В итоге она показала мне парочку классных пешеходных маршрутов в окрестностях деревни и высадила меня у начала одного из них. На вопрос «Дорого ли для нее жить в Швейцарии?» я услышала спокойное и уверенное «Нет». И отправилась на прогулку, по пути наткнувшись на древнюю местную церковь, являющуюся одним из открыточных видов Грин-де-Вальда. Несмотря на дату ее постройки, 12 век, здесь вас встретят самостоятельно распахивающиеся входные двери. В общем, реставрации и инновации это для швейцарцев совсем не пустые слова. Сидеть здесь и смотреть на горы можно очень и очень долго. Чем я собственно и занималась? Пока не заметила краем глаза странные движения в районе вершин. Потом еще раз и еще. Оказалось, что это снежные лавины, то тут, то там срывающиеся вниз и засыпающие на своем пути все. Хоть снизу они не кажутся особенно большими и страшными, если сравнить их масштаб с растущими там же елками становится немного не по себе. В то же время, то тут, то там в небе мелькали парапланисты, вылетавшие на свет прямо из густых облаков. А после? После погода начала меняться, и к концу дня потихоньку выглянуло солнышко, преобразив зеленую долину еще сильнее. Гулять по аккуратным извилистым улочкам было максимально приятно, и я в очередной раз занималась хайкингом целый день, предвкушая наступление завтрашнего дня, план для которого был уже полностью готов и утвержден в моей голове. Гора Фирст одна из многих альпийских вершин, далеко не самая высокая и даже ничем особенно непримечательная, но именно здесь построена одна из нескольких канатных дорог в Грин-де-Вальде. Всего за каких-то 70 франков вы можете приобрести билет в обе стороны и наслаждаться 25-минутным подъемом, глядя в окна прекрасной полупрозрачной кабинки. Именно этим я в данный момент и занимаюсь. Путь пролегал вдоль зеленых полей и отдаленных домиков с собственными подстриженными двориками. Пока в один миг картинка не сменилась на полностью противоположную. Покрывало снега истоптанное различными животными с единственной расчищенной дорогой и все быстрее приближающиеся, бликующие на солнце белые вершины гор. На пути было две остановки, где у кабин автоматически открывались двери на случай, если кто-то желает сойти, но я не желала. зато с интересом рассматривала механизм подъемников. Оказалось, что съехать вниз можно еще более любопытным способом. Арендовать наверху стоячий велосипед и спуститься по петляющим дорожкам с полным погружением в местную природу. Вернуть велик можно внизу, где его вместе с собратьями погрузят в одну кабину и запустят наверх для новых приключений. Тем временем мой подъем подошел к концу и выход на улицу по ощущениям можно было сравнить с телепортацией из лета прямиком в зиму. Господи, такие эмоции просто невозможно описать. Это первый раз, когда я оказалась настолько высоко в горах. И не просто в каких-то горах, а в самом заснеженном Грин-де-Вальде. Я так долго думала и мечтала об этом на протяжении всей поездки, и вот я наконец здесь. Фирст. Две тысячи метров над уровнем моря. Палящее солнце, заставляющее тебя снять или хотя бы расстегнуть куртку. И чистый белый, скрипящий под ногами снег, вынуждающий как можно скорее напялить темные очки. Солнце здесь чересчур активное, и за несколько часов мне так обожгло лицо, что краснота не сходила еще целую неделю. Собственно, дошла до Швейцарии. Но это все мелочи и детали. Главное, здесь можно провести практически весь день с рассвета до заката. И помимо ослепительных во всех смыслах этого слова ландшафтов, крупнейший производитель швейцарских часов Тесо построил здесь First Cliff Walk, защищенную дорожку для прогулок вдоль скал прямо над километровой пропастью. Весь мини-маршрут это просто прекрасная обзорная площадка, с которой можно ближе рассмотреть скалы, а далеко-далеко внизу даже увидеть диких животных. Кто это там? Сейчас в очках вообще не видно. Дома посмотрю. Не уверена в том, кем же была эта парочка, но по-моему они весьма напоминают оленей. К счастью, сюда я приехала к самому открытию, что позволило мне более-менее свободно гулять, не толкаясь в бесконечной толпе китайских и корейских туристов. Самым запоминающимся куском здесь является 100-метровый мост, перекинутый через пропасть между двумя скалами. Некоторые люди, боящиеся высоты, что по ним было превосходно видно, передвигались здесь, держась за перила обеими руками со скоростью 10 шагов в минуту. Но не я. Я вошла в абсолютное большинство, желающие побольше здесь пофоткаться. В конце прогулки любой желающий может подняться на самую верхнюю смотровую площадку со стеклянным дном. Но есть маленький нюанс. А вот и очередь. Я честно отстояла свои 10 минут и попросила двух францужинок позади снять меня на камеру. Окей? Иси? Нет, 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 нет. Это хорошо, это хорошо. Это записано. Окей. По-моему, довольному лицу видно, насколько здесь офигенно, не так ли? Спасибо. Помимо ожидания очереди на смотровую, здесь можно развлечься, посидев в ресторанчике с первоклассным видом, прокатиться на зеплане до предыдущей остановки канатки или притвориться огромным орлом, рухнув лицом вниз с довольно приличной высоты. Звучало шикарно, но стоять в этой очереди на веселье требовалось по меньшей мере час. Спасибо как-нибудь в другой раз. Лично я могу полетать здесь и без таких навороченных штук, договорившись обо всем с пчелом. КОНЕЦ А самое классное, что всю эту красоту можно увидеть своими собственными глазами и полностью прочувствовать на себе. Дело в том, что именно здесь оборудован спуск для любителей параглайдинга, а значит, можно полетать на параплане с инструктором или в одиночку при наличии оборудования и знаний, как это делается. Следующие два часа прошли в наблюдениях за цветными крыльями парапланов, скользящих над горами и проплывающих сквозь облака. Вау! Вау! Ха-ха! ПОДПИСССМЕНТЫ Ура! Вау! ПОДПИССМЕНТЫ КОМОЗОВА! ПОДПИССМЕНТЫ ПОДПИССМЕНТЫ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Парня звали Тимо, и он рассказал мне, что где-то там, ну вот здесь, тут где-то. Воздушные потоки начинают идти вверх, что позволяет взмыть ввысь с новой силой. А после такого подъема при должных умениях легко приземлиться на старт и снова лететь, пока не надоест. Короче, отличная экономия на канатной дороге. Тимо вот купил всего один билетик наверх, а вниз он в состоянии спуститься и самостоятельно. Сняв для меня небольшой видосик под названием «Я и горы», Тимо попрощался и в очередной раз побежал вниз. Тем временем из-за гор начали выползать облака, меняя погоду с яркой, теплой и прогулочной на серую, ветреную и морозную. Без солнечных лучей наверху моментально похолодало, и я в полной мере прочувствовала все 5 градусов, которые показывал термометр. В общем, раздавив пару 20-центовых монеток в сувенирном автомате, я села в воздушный трамвайчик и потихоньку поехала вниз, пытаясь переварить все полученные впечатления. Получалось, правда, не особо хорошо. После спуска я чувствовала себя полностью выжатым лимоном. От количества эмоций я схватила такую моральную усталость, что просто-напросто плюхнулась в кресло на террасе отеля. И целый час молча смотрела на горную панораму, попивая бесплатный отельный кофеек. Вечером мне пришлось отправиться в Интерлакен. Абсолютно ничем не примечательный по сравнению с прекрасным, чудесным, волшебным Грин-де-Вальдом. Исторический центр, окруженный водой. Гигантские одуванчиковые луга. Целые толпы парапланистов в небе. И сотни коровок, бесконечно звенящих своими колокольчиками. Музыка. Субтитры создавал DimaTorzok Сильнее меня интересовала маленькая деревушка Лаутера-Брунн в его окрестностях. Ставшая прообразом долины эльфов во Властелине колец. Очевидно вдохновившая писателя своей атмосферой и необыкновенными видами. В 1911 году, в возрасте 19 лет, Толкин совершил горный поход из Интерлакена в Лаутер-Брунн, а затем, преодолев горный перевал, спустился в Грендевальд. Конечной точкой маршрута стала деревня Цермат у подножия легендарной вершины Маттерхорн, известной всем без исключения по бессменному рисунку на шоколадке Табулерон. В общем, неплохая заявочка, не так ли? И вот... Я в деревне под названием Лаутер-Брунн. Ее зачастую называют долиной водопада, что, в общем-то, абсолютно неудивительно. Здесь одной из главных точек протяжения является 300-метровый водопад Штаубах, второй по высоте в Швейцарии. В апреле наслаждаться им можно с утра до полудня, так как позже солнце скрывается за отвесными скалами, и падающая вниз струя воды с искрящимися на свету брызгами вмиг теряет свою привлекательность. Интереснее всего наблюдать за водопадом в период таяния снега или после проливных дождей. Мне же повезло застать его максимально полноводным. В долине он далеко не единственный, что лишь заставляет тебя шагать вперед и вперед навстречу заснеженным горным пикам, выглядывающим из-за черных скал, образующих гигантские расщелины. Считается, что подобный ландшафт достался Лаутербрунену благодаря растаявшему здесь более 15 тысяч лет назад гигантскому леднику. Сейчас же просто невозможно пройти мимо бесконечно уходящих к самому горизонту зеленых лугов. Таких чистых, аккуратных и притягательных. Мне хотелось это сделать с самого моего приезда в Швейцарию. Время пришло. Какой же это кайф! Полежать под солнышком на зеленой швейцарской травке с видом на прекрасный водопад. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Возвращаясь обратно, я наткнулась на чудо швейцарской инженерной мысли. Автомат по продаже олипийского сыра, встроенный в дом прямо посреди поля. В общем, решив, что время обеда уже вполне наступило, я устроилась подальше от главной дороги, чтобы отведать свежайших швейцарских булочек, купленных в единственном местном супермаркете. Это вкусно. И закусить все это дело шоколадным пасхальным кроликом, который был даром никому не нужен спустя неделю после праздника. Он вкусный. Как бы там ни было, до истинного швейцарского хендмейт-шоколада ему было далековато. А вспоминая о ценах на такие диковинки в Цурихе, я решила уехать подальше от туристических толп. И, в надежде отыскать что-нибудь подешевле, остановилась в крохотном немецкоязычном городке под названием Штайн на Рейне. В некоторых местах река здесь обозначает границу с Германией. Я даже могла дойти до немецких земель, но решила отложить посещение новой страны на другую поездку. Музыка. 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 Здесь, в крохотном старом центре, состоящем буквально из одной улочки, обосновался небольшой магазинчик, являющийся буквально шоколадным раем. Музыка. 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 Мада. Дороговато в раю обходятся шоколадки. Это стоило 30 евро. Но все же мое любопытство перевесило жадность. 5 евро за кофе с собой. Или нет. 30 франков. 30 франков. 30 франков. Угадайте, как упакован швейцарский шоколад. 6 евро за 100 грамм. Время попробовать. Это было круто. Так выглядит 15 франков. Это прекрасно. Великолепно. Карьеры футблогера мне явно не видать. Но оно и к лучшему. В общем, полежав на солнышке с прекрасным видом на Рейн, я отправилась в последнюю точку своего путешествия. Недалеко от Штайна на Рейне находится Рейнский водопад. Крупнейший в Европе по объему стекающий вниз воды. Доехать до него можно на поезде, который проезжает по мосту, построенному как раз перед началом водопада. Здесь есть и пешеходная зона, откуда открывается отличный вид сверху. Правда, спуститься вниз нужно обязательно. Просто необходимо, так как основной пейзаж просматривается именно с набережной. К водопаду можно подобраться совсем близко, купив билет на кораблик. И отсюда отлично видно, с какой силой течения сносят эти огромные транспортные лодки. Желающих подняться на небольшой островок и с головой окунуться в водяные брызги высаживают здесь же, забирая обратно на берег через 15 минут. Тут легко можно провести целый день. Пройтись по набережной, отдохнуть на деревянных лежаках с видом на водопад, подняться к возвышающемуся над ним замку и выйти на смотровую площадку, доступ к которой открывается только после покупки билета. Прекрасное природное место для полной перезагрузки и душевного отдыха вдали от городской суеты. Швейцария очень разная. Невероятно разная. Но в то же время весьма целостная и гармоничная. Здесь на довольно небольшом пригодном для жизни клочке земли уживаются люди с абсолютно различным менталитетом. Они говорят на разных языках. Живут по разным законам. А в итальянской части даже существует настоящая сиеста. Скажите об этом немецкому швейцарцу из Берна или Цуриха. У него дар речи от удивления пропадет. Жизнь в городах, естественно, разительно отличается от жизни в маленьких, разбросанных по всей стране деревушках. И в то же время всех этих людей с максимально разными историями и судьбами объединяет нечто, что очень тяжело описать, но легко прочувствовать, находясь в Швейцарии. Их отношение и любовь к своей стране, к ее природе. Желание сделать место, в котором они живут, наилучшим из возможных. Именно это делает жизнь здесь, похожей на сказку. Все. С пафосными выводами закончили. Можно и титры пускать. Спасибо за просмотр. И пока. Субтитры создавал DimaTorzok